доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game сегодня предлагаю вам отправиться вместе со мной на обзорную экскурсию по проекту rdr 2 red dead redemption расположен данный проект и данный сервер на мультиигровой платформе red m ну а жанр данного проекта соответственно роли play на что мы и посмотрим должен сразу сказать что никакой информации по этому проекту я найти не смог только название ну а называется он west sin city роли play и это все что мне известно об этом проекте не группы vk не дискорда не сайта не форума ничего найти не удалось ну а посему вся информация которой я владею это этот проект есть и он открыт вот в общем ты и все ну и давайте уже потихонечку переходить к самому проекту первое на что хотелось бы обратить внимание это сама платформа five м да наконец-таки настал тот момент когда у меня игра запускается с переводом теперь когда я включаю меню у меня есть русский перевод но появилась как вы можете заметить в с правой стороны полоска от которой мне никак не избавиться не способом изменения разрешения не способом захода в оконном режиме в оконном режиме без рамок в широкоформатном режиме ни в каком от этой полоски справа не избавиться ну слава богу существует монтаж поэтому мы сейчас немножко это обрежем и придется картинку немножко сжать чтобы просто эта полоска как бельмо не была у нас перед глазами ну и вот в таком вот виде наверное будет лучше эта полоска не будет там маячить перед глазами данная проблема это проблема платформы redm я перезаходил много раз пробовал что-то изменить ничего не получается я зашел в rdr2 онлайн все нормально никакой полоски нету все хорошо работает сюжетную зашел все хорошо заходишь на redm и полоска появляется ну вот пришло какое-то обновление но я рад что теперь у меня не английская версия игры а русская переведена наконец-таки дошло это и до меня ну ладно переходим дальше и смотрим меню кастомизации данное меню я уже показывал точно такой же скрипт на кастомизацию персонажа стоит и на проекте например red west роли play на котором мы тоже недавно заходили ну соответственно и все баги тоже здесь эти же присутствуют ну а какие же именно баги ну если вы заходя в этом меню сначала не выберите женский образ а потом не вернетесь к мужскому то персонаж у вас не появится вообще ну и распорядок того как вы своего персонажа настраиваете тоже желает оставлять лучшего если по кастомизации лица и тела в общем-то претензий нету то вот кастомизация одежды вызывает ряд претензий помимо того что вот например на red west и меню было переведено но там автор действительно старается то здесь даже не перевели в меню то есть нужно знать английский язык чтобы в этом всем разбираться и соответственно все это еще сопровождается мелкими багами такими как вот например я попробовал примерить какую-то бороду какие-то усы отменить обратно я не могу вот чтобы я не делал до угоняешь ползунок в ноль а борода все равно остается вот она не исчезает то же самое и с прической какую-то прическу выбрал все отменить ее уже невозможно ну вот такие вот косяки на этом проекте и вот в этом вот меню то что касается одежды здесь вообще все очень и очень плохо я это говорил еще и на red west и что сама менюшка она выполнена неправильно я так понимаю что переделать ее уже возможности нету но сама проблема это его меню вот это вот кастомизации одежды в том что она расположена вот эти вот пункты расположены неправильно то есть мы сначала выбираем броню а затем под броней каким-то образом нам надо увидеть рубашку которая будет гораздо ниже так например сначала выбирается пряжка а найти ремень к этой пряжки нужно крутить вниз а должно было быть все наоборот сначала ремень а потом пряжка сначала рубашка а потом броня и здесь все все вот так вот перепутано сначала ты выбираешь сапоги а потом почему-то штаны но если ты сначала не выбрал штаны а сразу же отдел сапоги то вообще и происходит баг в общем менюшка кончено я про это говорил и на ред вести и говорю про это и здесь но здесь ко всему этому еще и нету перевода вообще на всем проекте очень и очень мало что переведено ну ладно оставим в покое это бага на и меню и давайте заходить на проект ну и не удивляйтесь что я опять голый просто для того чтобы одеться надо бежать к портному ну а для начала я решил посмотреть какие вообще есть занятия то на этом проекте чем можно позаниматься какая экономика что вообще можно поделать как поучаствовать в этом вот развитии ну и первым делом я зашел сюда же на станцию на нескольких проектах я уже показывал этот же red west тоже использует этот же скрипт это скрипт на доставщика в общем то выглядит вот таким вот образом у нас появляется телега естественно что карты здесь нету вы это уже наверное заметили в левом нижнем углу просто пятно и просто стрелочка на одном из проектов по моему wild west назывался я уже говорил что ну зачем портить игровые механики которые rockstar делали но не просто так же ну то есть а здесь тоже убрали мини карту ее нету можно пользоваться только вот направлением этой стрелочкой такое себе решение действительно такое себе решение я его не поддерживаю его абсолютно не понимаю зачем убирать то что хорошо работает на какой смысл от того что вы убрали мини карту стало антураж не стало лучше вживаться в роль зачем зачем убирать в мини карту ну периодически придется открывать карту и смотреть куда вам надо двигаться стрелочка показывает но показывает она хреновенько если бы была перед глазами мини карты я бы смог где-то срезать ну или там сократить как каким-то образом путь без мини карты ну ваша дорога займет ровно столько сколько она должна занять не срежете практически нигде ну и вот оно само занятие надо сказать что она практически единственная ну и по оплате этого занятия тоже у меня вызвало сомнение я не знаю как я сказал я не нашел никакой информации по этому проекту не знаю на стадии настроек у бт или что это такое я не знаю но экономика какая-то вообще просто никакая ну вот за эту поездку я получил 7 долларов ну и следующая проблема тоже касаемо экономики вытекающие вот из этой вот это то что обратной дороги то нету то есть обратный рабочего занятия которая приведет нас например обратно валентайн нету здесь нет ну нечем заняться вот вообще просто ты приехал сюда и все ты остался вот здесь да на проекте есть лошадь но лошадь работает очень очень криво в дальнейшем в конце ролика я это покажу я пытался ее каким-то образом тестировать подзывать отзывать там ну все что возможно только было с ней сделать она баганая она то появляется то не появляется то появляется то не появляется вот в этом месте она не появилась ну вот такой вот баг хорошо что приехал поезд я решил а почему бы мне не добраться на поезде никакого рабочего занятия нету поедем на поезде если приводить пример например тот же red west то там было рабочее занятие там такая же такой же скрипт мы приезжаем сюда обратной дороги нету но здесь есть лесорубка и я побежал рубить дрова когда мы рубим дрова нам дается телега и на этой телеге мы едем дальше ну вот здесь нету ровным счетом ничего ладно я попытался поехать на поезде скажу вам честно такое себе занятие на этом проекте какая-то странная система начну с того что в rdr2 поезда ходят строго по кругу против часовой стрелки и никак больше вокруг всей карты если вы сядете на поезд вы прокатитесь вокруг всей карты против часовой стрелки объехав все города здесь же случилось вот такая вот хрень я на самом деле это вижу вообще первый раз и даже не могу объяснить как вы смогли сломать игровую механику но не ездят здесь поезда против часовой стрелки но как видите здесь они так ездят вот встретились два поезда как вы это сделали я вот я не могу это объяснить какой-то видимо добавлен скрипт или развернута игровая механика в противоположном направлении не знаю но вот встретились два поезда первый раз в жизни вижу я играл сюжетку я играю в онлайн я хожу по рп серверам я первый раз вижу чтоб два поезда встретились этого не должно быть rockstar все продумала они должны ездить только против часовой стрелки по кругу как это произошло вот хрен узнать но как видите произошло я попытался отогнать поезд до развилки я знаю что тут есть недалеко развилка но одно направление не работает а по другому ходят поезда но нет этот поезд тоже как бы заскриптован тоже вот поэтому вот пути ездить но почему он едет не в ту сторону для меня действительно загадка не знаю как это работает действительно не знаю первый раз вижу но прикольно что я могу сказать умудрились сломать даже игровую механику которая была задумана компанией rockstar ну и ладно в общем-то гонять поезд по кругу до бесконечности я не могу исправить положение не в моих силах как-то умудрились сломать и умудрились что ж мне пришлось бежать в валентайн пешком ну как пешком отжать у бота телегу надо сказать что боты вооружены а мы в трусах поэтому это такое опасное достаточно дело но я отжал телегу и промчался в валентайн здесь мне понравилась одна тема которую я не видел еще не на одном проекте увидел здесь первый раз здесь есть энписишки дающие задания достаточно интересная тема еще расскажу что не видел я ее пока нигде они стоят во всех городах практически обозначены буковками и дают разные задания но к сожалению все эти энписишки и диалоги с ними не переведены поэтому общаться конечно же очень сложно не зная английского я поехал валентайн к первому боту который мне там приглянулся попробовал с ним вступить в диалог понял что дело идет о каком-то охоте или добычи на что-то на кого-то в общем что-то с хищниками связаны особо я не разобрался переводить мне не хотелось другой вопрос что а я в трусах где взять оружие ну со шмотками я разобрался вот почему кстати я и показывал как выполнено меню после чего я пошел переодеваться но для этого для начала вернее я хотел еще узнать а что с оружием у меня есть подъемных 100 долларов хватит этого или нет на телеге мне удалось заработать еще 7 вот с этим вот несложным багажом я отправился в магазин я не знаю что с магазином что вообще происходит такой скрипт я уже показывал опять вспомним проект red west на котором есть такой же магазинчик было у них вот такая вот такое оформление потом они перешли на другое оформление но принцип скрипта один и тот же но здесь почему-то оружие не продается деньги с меня списали оружие мне не дали вот делай что хочешь опять вот ну неужели вы не тестируете вообще ничего вот ну от слова совсем что ли ну не работает вот магазин не работает я купил оружие деньги списались кстати цены приемлемые цены приемлемые то есть на 100 долларов вы можете себе сразу же самых первых шагов купить какую-то хорошую винтовку но только вот она не продается деньги списались где ее искать я так и не понял скрипты на инвентарь и на взаимодействие и крафт здесь те которые я уже видел опять вспоминаем проект red west и на вайлде по моему похожий был скрипт но только вот оружие не появляется в инвентаре его нету просто нету нигде не в стандартном инвентаре него встроена в новом скрипте которые добавили разработчики нету нигде вот оружие нету вообще нигде она не появляется ну и можете заметить что деньги с меня списались было 100 долларов ну а теперь вот то что вы видите куда девается оружие непонятно абсолютно непонятно и я уже начал отчаиваться и было хотел уйти с проекта но потому что ничего не работает что же здесь делать то есть ничего не работать ничего нельзя купить и почти случайно почему почти случайно я надкулся на одно место почти случайно потому что разработчики данного проекта взяли карту из rdr онлайн она немножко отличается от сюжетной карты немножко но отличается и здесь стоят метки где в rdr онлайн начинаются миссии они здесь остались их не убрали их не удалили они так здесь и стоят это такие факела которые горят и в rdr онлайн вы подъезжаете и собираете там команду эти метки здесь остались ну я решила почему бы тогда не подойти в офис шерифа и не побродить там те нашел еще вот такой косяк каким-то образом умудрились сломать и вот эту локацию но тем не менее бродил бродил и вдруг загорелась буква е вот просто ниоткуда загорелась буква е и у меня в руках появилась винтовка а вообще в gta онлайн на этом месте стоит плакат плакат с розыском если вы покупаете лицензию головореза по моему так он там называется или охотника за головами то вы здесь можете брать задание видимо каким-то образом она и здесь работает и у меня в руках появилась винтовка блин как же здорово теперь можно выполнять задание того энписи шки с которым я разговаривал я поехал естественно на красную метку которая загорелась после того как у меня появилась в руках винтовка загорелась еще одна красная метка на карте но я поехал на первую ту что взял у толстого энписи шки связанная с охотой или с какими-то нападениями я не особо разобрался что там написано то ли кто-то на кого-то напал то ли какие-то хищники что-то хрен его знает в общем я поехал ту сторону и да действительно нужно было отстрелить волков каждый из энписи шек которые разбросаны по карте дается задание в своем направлении вот этот толстяк дает задание связаны с охотой видимо с дикими животными что-то вот такое вот там надо дословно переводить что он имеет виду к следующему которому я подошел он что-то мне начал втирать про лошадей он там я не разобрался еще к этому подходил но там совсем какой-то сложный текст я даже не стал вникать понял что не переведен ни один из этих скриптов поэтому я дальше и разбираться не стал но задумка интересна каждый из этих вот неписи которые стоят на карте они дают вам разных направлениях разные задания то есть занимайтесь тем что вам ближе до гоняйтесь за лошадями там гоняйтесь за хищниками ну или еще что-нибудь занимайтесь делайте что-то интересное действительно прикольно жаль что не переведено и жаль что работает достаточно криво плюс что мне не понравилось здесь урезана охота то есть вот того самого меню которое было в рдр да где вы можете собирать собой на мясо туши животных шкуры здесь этого нету здесь это вырезали я не знаю зачем это делают вы вырезаете огромный шмат вкуснятины которые придумала компания rockstar вы этого лишаете игроков не знаю зачем вот например если взять вот эти вот занятия которым я вам сейчас показываю первое это я отстреливал волков следующее я поехал отстреливать пуму и казалось бы по пути можно было бы поохотиться да что-то там пособирать какие-то шкурки еще что-то плюс вот это вот выполнение заданий и вроде бы как набегает неплохая денежка потому что оплачивается это все чмошно на самом деле но не это потому что все урезано вы можете с собой взять всего одну тушу и все то есть если я еду за волком то мне с собой ничего уже не взять я только этого волка привожу забираю его с собой продаю его валентайне наберу следующее задание еду за пумой убиваю пуму ложу ее к себе ничего больше я взять не могу зачем вы урезаете игроку вот эти вот возможности зачем но ведь хорошо же работает и и в онлайне работает и все жетки работает зачем вы это урезаете для меня этого абсолютно непонятно ты ездишь как дурачок лошадь чахлая на ней не разогнаться ее нельзя гнать потому что если нападут волки а надо сказать волков на добавляли просто хренову тучу если нападают волки лошадь боится но если она выдохлась она не может бежать она тебя скидывает а чтобы она не выдыхалась надо плестись как вот ну как на кляче вот так она и получается единственное занятие которое могло бы украсить бы да вот и пока ты едешь от точки а до точки б но это поохотиться пособирать какой-то трофей но вы зачем-то взяли и это вырезали я не могу с собой взять шкуры я не могу с собой взять тушу только одну вернее могу взять тушу и все куда девается мясо я тоже не понял кстати я его насобирал насобирал но в меню его нету куда она девается наверное туда же куда и оружие просто не работает поэтому вот такой вот проект но задумка вот с этими неписями которые дают задание мне в принципе понравилось мне понравилось мне только экономическая составляющая этих заданий потому что ехать я показывал по карте очень далеко кляча едет медленно да надо же это на шагом идет в общем задание выполняешь минут 40 а выхлоп 40 минут это 7 баксов с копейками за само задание ну и за тушу даются 4 бакса с копейками грубо говоря 11 долларов за 40 минут такое себе надо сказать решение не знаю будут ли править экономику или не будут править или это уже настроена экономика но это вообще на самом деле никак не радует но еще на данном проекте есть скрипт на золото добычу опять надо вспомнить тот же самый проект red west на котором я это показывал там это работает здесь я не понял как это должно работать я помню что на 200 я поехал в шахту подошел к месту где идет добыча нажал кнопку взаимодействия в руках появилась кирка и он начал через анимацию добывать если что-то добывает он пляшет если не добывает то он просто останавливается и надо опять нажимать кнопку взаимодействия здесь я побегал по шахтам я не нашел точку взаимодействия вот я там все облазил но нету там нихрена я не знаю наверное опять добавили но не настроили или не подключили потому что точки один в один как на red west и и . добычи и . переработки ну там называется промывка по моему вот только переплавку сделали не как в red west в ван хорни а вот здесь в валентайне но не работает я все оббегал я не понял чтобы отдельно купить кирку такой процедуры здесь нету не продается кирка вообще нигде нету такого инструмента да и на red west и надо было просто прийти в шахту нажать кнопку взаимодействия и кирка у тебя сама появляется в руках просто анимация включается здесь это не работает я бегал 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 ни хрена не понял как это должно работать никаких маркеров ничего нету не знаю не знаю как это должно было работать здесь ну а напоследок наверное затронем ту самую тему нас который я как-то начал про винтовку когда нам появилась у меня в руках я сказал что я ходил по точкам которые в общем-то задействованы в rdr онлайн ну и здесь видимо на это . тоже задействовано но только не маркеров ничего нету на карте просто я чисто случайно туда зашел и нажал букву е на карте загорелась красная метка точно такая же как и та метка на которой я бегал отстреливал волков она выглядит точно так же но только это видимо задание связано каким-то образом шерифами видимо нужно поймать там какого-то головореза или еще что-нибудь но только работает это очень очень криво то есть мы подходим на то место которое не обозначен на карте его можно найти абсолютно случайно вот как я его нашел нажимаем кнопку взаимодействия и у нас появляется винтовка и мы идем на метку на метки ходят абсолютно ни в чем не повинные неписи никто не агрится все разговаривают это обычные гражданские наверное так можно назвать нету такого которого вы можете определить вот это бандит нет обычные какие-то неписи ходят и ходят среди этих неписей нужно найти того кого надо завалить как это вычислить да хрен его знает начинаешь стрелять во всех охрана которая стоит на территории никаким образом на это не реагирует надо правда уточнить что внизу есть какие-то маркеры звездочкой около этой звездочки появляются цифры какие-то видимо это какой-то коэффициент что ли чего добра или зла я не знаю чего это нигде об этом ничего не написано не знаю что и за звездочки внизу но после каждого убийства эта звездочка у меня пополняется значение появляется какой-то момент она вообще боганулась там но какая-то появилась цифра и не за миллиарды какие-то вот а боты вот эти которых назначает эта . да в валентайне одни и те же одна и та же . подбегаем туда берем это задание бежим туда вычисляем каким-то образом этого неписи стреляем в него все нам дали 100 баксов бежим обратно в офис шерифов опять берем это задание опять возвращаемся туда стреляем в кого-то непонятно в кого опять получаем 100 баксов ну и так бегаем валентайн и вот это нефтяная платформа валентайн нефтяная платформа и таким образом фармим себе деньги скорее всего это вообще никак не должно работать ну нету на карте никаких меток это я случайно нашел ну вот так вот тут можно фармить деньги еще я хотел рассказать про лошадь которая здесь багается здесь багается не только лошадь если вы что-то приобрели а я в конце концов купил все таки вы не поверите но я купил все таки оружие да каким-то чудесным образом она все таки у меня купилась и она у меня было до момента пока я не перезашел после перезахода когда вы возвращаетесь в игру у вас нет ровным счетом ничего вообще ничего все что вы купили куда-то исчезает вплоть до еды даже еду которую я покупал она тоже исчезла исчезла оружие исчезла еда и в общем-то исчезла все что было у меня в инвентаре в том числе и лошадь которая перестала отзываться я вот говорил в самом начале ролика лошадь баганая она не отзывается она не отзывалась у меня когда я зашел потом она начала отзываться когда я пришел валентайн и после перезахода она опять перестала отзываться проект очень кривой ну я бы сказал даже очень и очень кривой такое впечатление что его вот только-только залили открыли и нихрена никто ничего больше не делает никаких настроек больше не происходит какова же будет судьба в дальнейшем этого проекта тоже никакой информации нету я вначале сказал что найти хоть что-нибудь по этому проекту практически невозможно нету не дискорда дни века не какой-то никакого-то сайта не форума то ничего нету просто есть проект и вот в таком вот он состоянии ну и наверное на этом будем заканчивать потому что больше показать здесь нечего находиться здесь пока что не интересно ничего не настроено ничего не работает все криво горбато не переведено в общем-то очень и очень сырой проект для чего его открывали не знаю тоже не нету такой информации может быть это разработчик сделать чисто для себя и как большинство из проектов rdr2 роли play они закрыты может быть и это со временем будет закрыт не знаю действительно не знаю но вот такой проект существует кому интересно заходите найдите его поиграетесь получить удовольствие может быть каким-то образом встретить с автором переговорите не знаю не знаю ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а